Эдуард Александрович, первый вопрос такого плана. На Ваш взгляд, насколько сказался новогодний перерыв на действиях Вашей команды в первых постновогодних матчах? Ну, наверное, чуть-чуть мы выпали, конечно, из игрового тонуса, но я бы на это не обращал внимания. Во-первых, команды достаточно мастеровитые обе, я уж не говорю про нефтяник, но к этой игре мы уже более-менее адаптировались к Востоку и сегодня уже показали неплохое движение. Понятно, что мы играли вторым номером. Я думаю, что это не основное, то, что была пауза. Мы работали, тренировались, поэтому все нормально в этом плане. Ну, сегодня, если, конечно, не секрет, какая основная цель, задача ставилась перед командой в конкретном матче? В конкретном матче, если отойти от тактики вообще, которая у нас была, как бы понятно, что мы играли по заданию, ребята, основные слова, что было сказано ребятам, это то, что в таких играх они делают определенный шаг. При этом, если они не побоятся, не побоятся проиграть в скоростях, не побоятся проиграть единоборство, если на каждом участке поля они это навяжут сопернику, это для них в дальнейшем прогресс и плюс, потому что мы играли действительно с очень мощной командой. И парни там как раз, и такие матчи дают толчок, поэтому мы постарались абстрагироваться вообще от счета и, в принципе, ребята справились с этим. Было видно, что глаза горели, всю игру хотели выходить на замену, играть, то есть никого не было так, чтобы кто-то там, как говорится, выпал из обоймы. Поэтому за это им большое спасибо. Может быть, мы что-то упустили? Отсутствие Каткова и Кроменкова чем обусловлено? Катков приболел еще до Нового года, не до конца восстановился и, учитывая все-таки, он уже зрелый игрок, мы не стали рисковать, потому что у нас впереди домашняя серия, соперники, так скажем, уже ближе к нашему уровню, и нам он там будет нужен. Он мог, конечно, ехать, но не до конца восстановился. А Кроменков буквально за день до отъезда, прям с вечера у него тоже поднялась температура, поэтому из-за простудных он остался дома, надеемся, уже домашний матч тоже поправится. Ну, в этом году у вашей команды есть, как кажется, реальный шанс зацепиться за плей-офф. Насколько реальным этот шанс рассматриваете вы? Я уже в Иркутске отвечал на этот вопрос, понимаете, мы пока не заглядываем в таблицу, если честно, потому что мы еще, так скажем, сыроваты, понимаете. Можно зайти в плей-офф с восьмого места, приехать опять сюда, да, но надо показывать игру, которая будет уже, по крайней мере, конкурентоспособной быть командой. Для этого тоже нужно время, время, еще раз время. Эти ребятки окрепнут год-два, и они совсем будут другие, при учете, что если они все будут оставаться вместе в этом коллективе. Поэтому, как бог даст, как говорится, пока мы играем, не заглядывая в таблицу. Михаил Андреевич, ну, после прошлого матча, голевой феерии 18-4, наверное, кое-кто из болельщиков ждал определенного продолжения в сегодняшнем матче. Счет немножко поскромнее. Как бы вы прокомментировали сегодняшнюю игру? Ну, если взять прошлый матч, сравнить с этим матчем, то в прошлом матче у нас была практически стопроцентная реализация. И там у нас было 19 ударов с твое, да, 18 мы забили. Конечно, такая реализация сумасшедшая не может быть в каждом матче. В этом матче мы наиграли, может быть, и настолько голов, сколько и в предыдущем матче, но сегодня реализация планета, так скажем, да, создали ближе к 20 угловым. Очень много количества моментов хороших, два пенальти. Так что в плане игры я сегодня доволен, мы сегодня неплохую игру сыграли. Конечно, есть над чем работать и улучшать, это мы стараемся все время делать. Сейчас у нас непростой выезд, у нас 4 матча на выезде. Хороший вызов для нас, надо будет нам быть очень хороши, чтобы привезти очки домой. Выезд длится почти 3 недели. Но мы к нему готовы. Болельщики задаются вопросом. В последних двух матчах в составе команды отсутствовали Виктор Каменев и Валерий Ивкин. Чем вызвано это отсутствие? Если взять Каменеву, то есть момент у него со здоровьем, который ему не позволяет получать спортивные нагрузки. И здоровье, конечно, всегда выходит на первый план. Это самое главное, потому что без здоровья ты ничего не сможешь делать. И по тому погринозу, который у меня есть, Витя в этом сезоне больше не сможет принять участие. К сожалению. Но я уверен, что он вернется и снова будет играть в хоккей. А по Валере, у него микротрамма, есть дискомфорт. Но он сейчас с нами едет на выезд. И я думаю, он принял участие в следующем матче. В контексте того, что вы сказали относительно Каменева, как вам игра Льва Шишкина? Ну, Льва, я уже комментировал на другой пресс-конференции. Я полностью спокоен, когда он в воротах. И он показывает стабильную игру. Да, у него не столько много опыта, как у Вити, если сравнить и того, и другого отряда. Но, как бывает с каждой ситуацией, когда происходит момент, когда где-то дверь открывается, и у него сейчас отличная возможность проявить себя. И я уверен, что он это сделает. Опять же, в связи с этим болельщики задают вопрос, почему в предыдущем матче с Волгой, может быть, даже сегодняшнем матче со стартом, не было предоставлено возможности себя показать хотя бы немножко еще более молодому Матвею Сокольникову? Ну, тут все очень просто, потому что сейчас Лев у нас как первый ротарь, если так. И, конечно, ему надо игровое время, игровая практика. И каждая минута, в которой он играет, это его делает только лучше. И он получает с каждой минуты больше опыта.